Возобновляем запись партии на сайте Часком. Давно не играл уже, и мой соперник, я так понял, это Казахстан. Посмотрим, какой дебют он изберет. И, скорее всего, это будет у нас Бинони. Бинони со слон Д6. Что же делать нам на Бинони со слон Д6? Конь Д2 и конь С4. Вот что нам с этим всем добром делать, я думаю. Перевод коня на стандартную клетку для него в этой структуре. Слон идет на Ф4. Пешка, наверное, на Е3. Не буду слона через Ж2 здесь выводить. Потому что он может где-то еще здесь пригодиться. В этих позициях. Конь Е4. Наверное, могу даже побить слон Д3 где-то. Могу, наверное, сразу слон Д3. Правда, там Б5 неприятно. Неприятный момент Б5. Думаю, что побью. И слон Д3. Владея Ф4. Стандартное жертву качества в этих структурах. Конь идет на Е3. На Ц4. Наверное, слон Е4. Так, король Ф1. Конечно же, инициатива здесь есть у черных. Поэтому моя задача ее немножко свести на нет. Путем размена. Так, Б3, А4. Как можно подцепить всю эту пешечную цепь? Наверное, ходом А4. Забрал. И король Ж1. Хочу ладью где-то через А3 ввести в игру. Может быть, каким-то таким маршрутом. Типичным. Есть какой-то ход Конь С4. Но слон С4. Нет, Ферс А4 там нет. Идея плохая. Значит, А4 играю. Слон Б6. Укрепляется соперник. Павел ладью. Конь Б3. Пока что... Вот вопрос, куда ее... Где она потом пригодится ладить? По линии А, либо по линии Б? Точнее, не по линии Б, а по первому ряду. Наверное, здесь ее обосную. Ладью. Серстная Ф6. Так, А5 здесь. Играть не могу, потому что уже слон Е3. Все повисает. Запутанная позиция. Крайняя. Так, ладно, Ферзь Ж4 выскочу. Пойду ставить мат. Игроку с логином Биктуров 0-2. Конь Д2, Ладья Д1. Ферзь Б2 там есть. Буду надеяться на свою атаку на королевском фланге в таком случае. Соперник очень быстро играет, смело. Ну и надо сказать, довольно-таки неплохо, потому что инициативу он здесь навязал серьезную. Так, ну, Ж6 вход вроде бы не ничем. Хотя слон Е3, и потом все равно он теряется. Попробовать на размен. Там Х5. Не туда, не сюда, как говорится. Не могу поставить нормально свои фигуры. Так, ну, он конем тоже своим скакнуть-то не может на Е4. Приходится уходить обратно. Здесь уже, наверное, Ф5. Вот именно эта пешка. А потом уже Аш5. Пытаюсь разбить все это его добро. Слон Е4. На всякий случай тут заберу. Хотя, может быть, и нет. Не стоило этого делать там. Аш5 все равно проводить надо. Владея Е4. У него есть тактика. Потом конь Е2. Забрать на Ф2. Позиция становится еще более запутанная. Ж5. Аш6 срочно. Ферзь Ф4. Так, хочет размены. Честно говоря, я не очень их хочу. Наверное, придется. В какой редакции все это лучше провести, тоже непонятно. Слон Б1 пока. Попробую так. Как ни странно, он без качества, но размены ему на пользу. Потому что серьезная атака намечалась у меня. А теперь он немножко разгрузился здесь. Хочу отъесть на Д6. Куне Ф6 есть еще какой-то ход. На Е4 его переведу. 22 секунды. Нужно уже пошустрее двигать мышкой. Так, ладья Ф6. Ладья Ж2 еще забирает. Серьезная инициатива. Хочу ладья Ф4. Ладья Ф2. Ладья Ф7. Так, взевает соперник. Очень вовремя для меня, кстати говоря. Так, надо как-то добраться мне до восьмого ряда. Я же тут мат просто поставлю, если доберусь. Кажется, что доберусь. Так, шаг. Ну и просто мат ставлю с легчим ходом. Вот такая вот непростая победа. Я думаю, что у соперника была серьезная инициатива. Так как у меня было мало времени. У него были хорошие шансы подкрутить.